Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, гласит русская пословица. Взрыв на Кабардино-Балкарской ГЭС сполошил весь Северный Кавказ. Пока к плотинам и генераторам подтягиваются войска и бронетехника, аналитики задаются вопросом, а где они были раньше. Сообщения о возможных атаках на инфраструктуру России ополченцы распространяли еще в начале этого года. Руководитель чеченских мятежников Доку Умаров и его единомышленники обещали взрывать нефти и газопроводы, транспортную и городскую инфраструктуры. В самой России и на Западе появляется сообщение о начале экономической войны ополченцев Северного Кавказа против центральных российских властей. Вспоминают и то, что Умаров взял на себя ответственность за взрыв на Саянах Шушинской ГЭС, в результате которого в 2009 году погибли 75 человек. Официально его участие так и не подтвердилось. Аварию списали на износ деталей станции. В самой Кабардино-Балкарии взрыв в ГЭС также не первая диверсия на энергообъектах. Еще в конце 2008-го были подорваны опоры линии электропередач в Чигемском районе республики. Тогда без электричества осталось население и предприятия. А в другой республике того же Северокавказского округа Ингушетии взорвали ЛЭП Владикавказ-Грозный. Ущерб был оценен в сумму свыше 5 миллионов рублей. Совершенно очевидно, что закрыть всю территорию, все энергетические объекты, будь это стратегические или не очень, практически технически силами ФСБ невозможно. Мне кажется, что реальным последствием данного теракта может быть не только информационный фон, который выгоден террористам, но и беспрецедентное усиление ФСБ как раз на антитеррористическом направлении. Аварию ликвидируют, восстанавливается подача электроэнергии, а местные жители благодарят Бога за то, что взрыв не разрушил плотину. Тогда бы смыло ни одну деревню. К ежедневным сообщениям о взрывах и убийствах в Дагестане, Ингушетии и Чечне россияне уже привыкли. Сейчас в список пополнился Кабардино-Балкарии. Что, впрочем, не мешает центральным властям уверять. На Кавказе ситуация под контролем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok